Вы пишете о том, чего хочет клиент. Вы вспомните пересечение, чего я хочу, чего хочет клиент. Вы пишете о проблемах клиента. Вы пишете о его страхе, о его воле, как ему можете помочь. Вы задаете им вопросы. Помните, я говорила, это волшебная такая штука, вопросы. Вы пишете, вы отвечаете в видео на эти вопросы, вы задаете вопросы людям. Потому что люди любят людей, которые задают вопросы. На них не обязательно отвечать. У меня есть некоторые люди, которые на меня читают, но они не отвечают ничего. Они говорят, мы тебя вообще просто так читаем и отвечаем. Сама схема продаж. Понятно, что вы это все пишете, публикуете и все-все делаете. Сама схема продаж. Вы создаете бесплатный продукт. Бесплатный продукт мы с вами перечень уже составляли. Бесплатным продуктом. Бесплатный продукт. Может быть вебинар. Это могут быть прямые эфиры. Это могут быть ролики на ютубе. Это может быть книга. Книга. Бесплатный продукт. Это могут быть статьи в журналах. Я публикую в журналах. И я создаю вот эти бесплатные продукты. Я рассказываю людям. Опять же. Кто я? Зачем я здесь? Кто я? Зачем я здесь? Вы создаете какой-то бесплатный продукт. И этих бесплатных продуктов чем больше, тем лучше. То есть у вас... Вот заходите на какую-то страницу. Скачать вот эту презентацию. Скачать вот эту книгу. Скачать вот это видео. Вы даете как можно больше информации. Не жадничайте. Давайте все. Все, что вы знаете. Вы вот сейчас учитесь на психологах. У вас вообще супер возможности есть. Я считаю, что у студентов особенно вообще есть супер возможности прям делиться сейчас. Прям в процессе. Прям вот вам преподаватель что-то рассказал. Вы такие, хопа. Сразу пост написали. И уже какую-то часть аудитории своей, там, не своей привлекли. Они уже знают, что вы психолог. И вы что-то такое интересное выдали. Одну мысль, две мысли. Как можете написали. Не важно, там, над коррекцией текста потом будете трудиться. Написали, какой-то бесплатный продукт продали. Дальше, после бесплатного продукта вы делаете... Вы его распространяете массово. То есть когда вы вебинар собираете, у вас на бесплатный продукт, на вебинар приходит, там, порядка, ну, там, не знаю, давайте, там, от 10 до 500, там, человек приблизительно. Вы можете собрать. Ну, то есть вы всех приглашаете на, там, вебинар, который посвящен, ну, давайте какую-нибудь тему. Конфликты в семье. Конфликты в семье. Конфликты в семье. Отлично рассказали про этот вебинар. На всех площадках, во всех сообществах написали. Я не знаю, просто вот группы ВКонтакте, там, можно писать или нет. Потому что я в Фейсбук захожу, и я просто кидаю на эти площадки свои объявления, что я провожу, там, бесплатный вебинар. То же самое, новости. То же самое, да, новости, там, ну, сколько там у вас подписчиков. В продаже существует, значит, ну, смотрите, такая статистика, чтобы вы понимали, просто вот понимали. Если у вас, там, например, 100 подписчиков, 100, ну, как раз, 100 процентов, 100 подписчиков, сколько человек купит, как вы думаете? Десять. Сегодня. Это очень хороший прям. Один-два человека со ста. Один-два человека. Вот у меня девушка сидит на холодных звонках. Звонки, это уже немножко похлеще, потому что мы уже соприкасаемся с людьми. Она говорит, состав продаж, ну, 4-5 интересуются, становятся подписчиками, но это еще не продажи. Когда они покупают, это обычно с тысячи, представляете, с тысячи. 3-4 продажи с тысячи человек. Если у вас подписчиков, там, 5 тысяч человек, у меня 5 тысяч человек с подписчиками, да? 5 тысяч человек, то, соответственно, у меня продаж, там, будет, причем, по разным ценам. У меня есть разные продукты. У меня есть продукты, где я говорю, там, за 100 рублей. Есть продукт за 3 тысячи рублей, там, ежемесячные, там, курсы я веду по целям. И есть, там, продукт, там, за 700 евро, да? евро соответственно это разная целевая аудитория и я все потребности покрываю видите и так с 5000 хорошо если у меня покупает там как вы говорите нам 10 но меня там 12 человек 15 человек покупает кто-то созревает до этого гадание они продолжают быть моими подписчиками активно участвуют что-то спрашивают вам еще что-то после того как вы создали какой-то бесплатный продукт вы его не один раз создаете вы его создаете там чуть ли не каждую неделю чем больше вы будете создавать каждую неделю вебинар будете делать тем больше людей чем больше пользы вы даете тем больше вероятность что у вас купят польза 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 для людей откуда польза на какую тему польза помните кто мой клиент, чего он хочет, все вопросы, все ответы вот здесь. Вы описали целевую аудиторию, вы чётко представляете, что у них болит, из-за чего они не спят ночами, какой ответ они хотят получить на вопрос, вы им это даёте, вы им даёте пользу, вы делитесь, 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 делитесь. Чтобы что-то получить, нужно сначала что-то отдать. Вот ваша задача — отдать, прям как можно больше. Я знаю бухгалтерский сайт, на котором человек расписал подробную схему, как берётся подоходный налог и пенсионный фонд. Он собрал с этого вообще огромную кучу баллов, потому что они придумали там целый курс, какие-то там тонкости, там ещё, ещё, ещё что-то. Это был человек, который бухгалтерским учётом занимается. Вы её диспретенцией занимаетесь, вы можете вообще там делать освещение, вот такие вот темы, рассказывать что-то, делиться, делиться, делиться и на вас будут подписываться. Вы туризмом занимаетесь, вы путешествуете, даже если вы путешествуете в соседний город, вообще не важно, вы про это рассказываете интересными историями, изучаете стори-теллинг, стори-теллинг, и вы пишете про это интересным языком. Стори-теллинг — это новое, я хочу прям сделать отдельный курс для психологов, стори-теллинг, стори-теллинг, Анетт Симонс, я всем очень рекомендую, она нужна вообще, я считаю, что всем людям, Симонс, есть книги, её по стори-теллингу, они в открытом доступе, их можно даже скачать, ну купить можно в магазине, ну я не знаю, ролики у неё на английском языке, стори-теллинг, Анетт Симонс, есть книга, там кто-то говорил про кино, киноиндустрию, да? Иван Гриб, кто у вас с киноиндустрией занимается? Да, киноиндустрии, киноиндустрии у нас есть такой Александр Митта, режиссёр, который написал книгу «Кино между Адом и Раем», «Кино между Адом и Раем», «Кино между Адом и Раем». Я сейчас расскажу, почему кино, потому что вот вы ходите, поднимите руки, кто любит ходить в кино, прямо в кинотеатр? У меня вот сейчас это... Отлично. Какая-то часть аудитории, кто любит сериалы, поднимите руки, да? Очень побольше, даже сериалы пользуются... Ещё бы... Ну, хорошо, но фильм это вы хорошие... Не видите руки, кто любит хорошее, захватывающее кино? Ну, это все, это все... Ну, не все, некоторые не подняли руки почему-то, да? Ну, они согласились внутренне. Внутренне согласились? Да, это... Пассивность это не значит, впротив. Отлично. Почему кино? Какая связь между кино и текстами, и прямыми эфирами, и видео, которые мы создаём, и тексты, которые мы пишем? Кино часто по книге пишут. Да. И что там в этом кино есть? Такого, почему мы все платим за эти деньги? Почему мы идём в кино? Зрительная картинка. Читать не надо. А вообще? Зрительная картинка. Вот я вам сейчас там, не знаю, какой-нибудь скучный ролик про науку включу, но вы его не будете смотреть, а вы скажете, я хочу вот лучше сериал посмотреть или кино какое-то. Почему? Меняется картинка, каждый там... Там тоже меняется? Там тоже меняется, вот когда наушный фильм вы смотрите. А так же вы любите какой-то вот этот вот... Ну, просто кажется, нравится ли фильм по своему интересу? Что там такого, что вас захватывает? То, чего я хочу. Чего вы хотите? Вот это, на самом деле, задача кинорежиссёра. И это ваша тоже задача. Стать таким стори-тейлером, стать таким рассказывателем, таким создателем мини-кино, мини вот этих вот роликов на ютубе, там, проведения вебинаров, там, либо каких-то текстов. Ваша задача написать это так, чтобы человек дальше захотел читать. Мы говорим про любопытство. Писать уже некуда, но так вот разок. Это любопытство. Почему мы смотрим вот эти сериалы? Чем они заканчиваются? Эпоэндом. Ну, первая серия, давайте. Неизвестно. Вот, первая серия. Что там дальше с Альбертом, мы не знаем, да? А вдруг он там... Если дальше снято, значит, его не увидели в первой серии. Смотреть можно. Смотреть можно, значит, в нами движет любопытство. Любопытство очень интересная штука, которая заставляет людей читать ваши вот эти все посты, которая заставляет вообще людей следовать, подглядывать, быть вашими фоллоуэрами, последователями, подписываться на вас. Это любопытство. Второе, это тоже связано с психологами. И, кстати, с туристическим бизнесом тоже. Это стресс. Так, чтобы мне стереть, я уже не знаю, что бы стереть такое. Не стереть и все. Праздник стереть. Праздник стереть. А что праздник, это самое интересное. Вспоминайте Агент 007. Помните, что там с Агентом 007 происходит? Приключения. Приключения, смотрите, почему называется книга «Кино между Адом и Раем». Смотрите, только что вот он спасся, и у него все было хорошо, и он выдурнул, и тут бац, он такой выныривает, а тут еще пять человек, и они все его окружили. Ну, кажется, уже все, вообще выхода нет, сейчас его убьют. Дальше он, значит, всех там раскидал, перестрелял, и он уже побежал куда-то там на палубу, и такой выбегает. А там корабль уже горит, и он уже сейчас все взорвется. Все. Но, опять же, вот это что называется, вот это вот мы прыгаем туда-сюда эмоционально? Психологи. Вот здесь мы где оказываемся? Вот на этих точечках. Стрессовых ситуаций. К нам движут стрессы. Представляете, вот мы когда в кино идем, или когда книгу интересную читаем, чем ближе вы между Адом и Раем, тем интереснее книга. Я сейчас рассказывала историю про свою жизнь. О том, что я пришла, в общем-то, ну вот, я пришла вот отсюда. Встала вот здесь, да? Там три образования, в Англию могу поехать, там еще куда-то учиться, там наибиться жить, там или в Индии, или в Таиланде, да? Я была обычной девочкой. Я была вот здесь. Эта история трогает. Тони Робинтс, я не знаю, там слышали такого получилась? Жил вообще себе. Обычный мальчик сейчас дома на берегу моря, там жена, дети и все такое. Ну, то есть, вот эти истории, они трогают. Я чуть не умерла однажды в жизни. Ну, то есть, прям, была действительно, да, критическая ситуация. Сказали, рак там и все-все-все. Если я вам сейчас эту историю рассказываю, вы скажете, блин, вот там. И все такие, такие замерли, что там у нее было, да? Я выжила, у меня все хорошо, я сейчас прекрасно себя чувствую, все здорово, все суперско. Вот, я вот здесь оказалась. Вот нам нужен уровень стресса. Если вы будете людям в текстах, в кино, там, не знаю, в этих вот штуках своих вебинарах давать этот уровень стресса, это не обязательно ваша история. Вспомните Елома. Кто читает Елома или читал, или слышал вообще? Ирина. Который приезжал. Да, да, Ирина. Куда он приезжал? Ну, я-то его в Америке видела, но он сюда, в Москву тоже приезжает. Порой раз сюда приезжал. Вы его видели? Да, он даже прямо вот такой. Какой? Такой... Человечный человек. Не, маленький очень. У него такого маленького роста. Такой, знаете, такой вот сидит. Такой маленький человек. Да все фрагисты какие-то маленькие. Ну, я-то высокая. А он сидит вот так вот, книжечки подпитывается. Ой-ой-ой-ой. Запугали в России. А, он лучше приезжал. Да, да, да. Ну, в общем, вот эти люди... Нет, я рассказываю про Елома, который пишет и рассказывает про клиентские истории. Ну, то есть, он взял в основу клиентские истории и пишет по ним книги. Ирин Елом. Ну, это психолог, это психологам интересно почитать. Да, вообще его интересно почитать. Да. Первым идеалом, Елом, все, как они говорят там. Он пишет про клиентские истории. Про туризм. Точно так же. Между адом и райом. Вы все время прыгаете вот этим между адом и райом. Что еще важно, когда вы пишете тексты, когда вы выпускаете видео? Всего три составляющие вот у этих. Любознательность, стресс. И третье. Эмпатия. Ну, это связано с эмоциями. Да, это эмпатия. Когда я пишу текст про маму, которая чувствует вину, я написала текст. Ко мне тут же мама так и легко, а Гленту посыпались. И все такие. Говорят, Ира, блин, да, оно есть. Когда я рассказываю про страх, что мне страшно. У меня статья есть тоже, там, 10 способов подружиться со страхом. Когда я рассказываю про страх, то ко мне, значит, приходит какая целевая аудитория? Тем, кому тоже страшно. Кому страшно уезжать в другую страну, кому страшно бросать свою работу, кому страшно напечататься в журнале первый раз, кому страшно на видео первый раз записать себя. Они все приходят, значит, в этот момент. То есть вы в текстах вызываете эмпатию. Все техники я вам не дам. Всего я не смогу рассказать за эти три часа. Я вам рассказала про направляющие. Я вам рассказала, что есть такое. Я вам дала схему. Вот здесь, когда вы создаете бесплатный продукт, даете пользу, вы потом создаете уже платный продукт и закрываете на платный продукт, на услугу, на консультацию, еще что-то. Вы просто сообщаете, что вот такая возможность есть. Вы не продаете ничего. Вы сообщаете людям, что такая возможность есть. Есть возможность прийти ко мне в индивидуальное консультирование. Для студентов это льготная цена. У меня таких цен больше нет. Я со студентом и психологом занимаюсь. По двадцать тысяч рублей я беру за десять встреч. Таких цен нет. И это только для вот студентов, для психологов индивидуально десять занятий курсов. Все. Дальше вы сообщаете про индивидуальное консультирование. Ну вот про все, что вы сообщаете, что где вы выступаете, на каких конференциях. Там, чтобы люди к вам приходили. Ваши задачи стали публичными. Страх публичности, то, что я говорила, преодолевается, когда ваше желание поделиться станет больше, чем ваш страх опозориться. Ой, я сейчас напишу, а мне мои коллеги там ответят. Ой, я сейчас вот это напишу, а я же еще вот даже диплом не закончил. У меня диплома нет, что я психолог. Ой, я сейчас вот это вот напишу, а они там... У меня был Дерек Берн. Это все мои детства. Вы знаете, странно? Да, да, да. Ну тут очень много всего. Я не буду сейчас, да, про это рассказывать. Вот страх публичности. Страх публичности. Я вас сейчас попрошу, если у кого-то будет желание, если нет, в любом случае не пишите. Я вас попрошу написать вот для меня. Если хотите оставить e-mail, можете оставить e-mail, но я никаких супер рассылок каких-то не делаю. Я попрошу написать три полезных вещи, которые вы несете с этой встречи. Это мне нужно для обратной связи, чтобы я понимала, что у вас осталось от сегодня. Чтобы мне в следующий раз читать какие-то лекции, какие-то мастер-классы проводить и понимать, что вот это осталось, вот это полезно. Если ничего не осталось, можно ничего не писать. Все нормально. Но если вы досидели до конца, я подозреваю, что что-то с чем-то, вы хотя бы ушли, хотя бы с одной какой-то главной вещью. Но если напишите три, это вообще будет супер, чтобы я понимала, что запомнилась. E-mail можете оставить, я всем сделаю рассылку с YouTube. Вот это вот то, что я сегодня вступала, либо вообще с ресурсами на YouTube. Можно подписаться, пересмотреть все и по роликам, и по текстам, и по Инстаграму. Вот это чудо, вот посмотрите, у меня листочка была столько, сколько в аудитории человек. Вот это маленькое чудо. Кто спрашивал? У меня обычно больше трех чудес, не три как минимум. Потому что у меня есть группа, и я вечером отчитываю. У вас уже опыт. Да. Я вечером отчитываю из группы, да? Какие у меня были чудеса. Пришлю максимально амбитивную информацию по тому, что есть в интернете, по тому, что можно смотреть. Если вдруг вас заинтересует что-то подробно, пишите на e-mail. И можно, если не вслух, сказать буквально по одному слову, что осталось. Начнем с творитмахеров веселых. Что? Можете сказать. Я понимаю, что вы были только на второй части, но тем не менее. Дайте, пожалуйста, обратную связь по мастер-классу. Ну, я скажу, давайте. Во-первых, я увидел хорошую идею, хорошую мысль. Вы видели, да, не участвование в Facebook, не в ВКонтакте, не в Instagram. Мне предлагали, давайте выходить. Значит, я понимаю, выходить надо не только с точки зрения публичности, а чтобы какую-то пользу вести большей аудитории. Вот это очень важно. Тут я уже понимаю, я когда-то был в моей дружбе, что ли, была сеть. Я ушел, потому что я понял, что нужно меня переписывать с некоторыми людьми, которые находятся по УЗН-МГ. Ни уму, ни сердцу, в принципе, это ничего не дает, потому что это, опять же, мы говорим, какие-то шелковые, пушистые, беленькие все образы. И здесь каждый действительно может найти из целевой аудитории какую-то пользу в тех публикациях, где там открытых листов, которые будут включены. Вот это мне понравилось. Идея ваша, что надо выходить для того, чтобы какую-то пользу каким-то людям приносить. Ну и красиво, новые имена, новые продукты. То есть имени, которые вы тоже рекомендуете именами. Ой, можно я еще одну книгу? Вспомнила, да. Пиши-сокращай называется. Пиши-сокращай. 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 Это вообще... А обычно... Пиши-сокращай. Это Максим Ильяхов. Максим Ильяхов. Там еще савтра есть у него Людмила Царычева. Ну, запомните хотя бы Максим Ильяхов. Максим Ильяхов. У него есть сервис главреда. главред.ру. И туда прям текст можно загнать. Прям такой, оп, скопировать. И он прям сразу автоматом выдаст все лишние слова в этом тексте. Все-все лишнее выдаст. Да, да, да. Ну, текст становится более сильным. Максим Ильяхов. Максим Ильяхов. Это вообще для всех специалистов. Это не только для психологов. Но для психологов это если вы в тексты пойдете. Вот тексты начнете изучать. Особенно книгу писателей. Посты каждый будет писать какие-то. Для туристического бизнеса. Вообще просто. Какой-то кладезь. Прям простого слова. Про формализм, который мы употребляем. Завершая то, что за время как бы стыклились, я верю. Могу сказать, что большое спасибо от всей аудитории. Я искренне рад, что я попал вам сюда на общение на это. Ну и главная мысль, которая сказала, что меня затронули. То, чтобы заработать деньги. Надо просто в пахе. Да. Я согласна. Чтобы плохо не было. Чтобы да. Чтобы потом идти в психологию. Была надежда. Когда я шел, что у вас будет волшебный секрет. Которому он был вот так вот. Приходите иди с иди. Или он, да? Да. Надо пахать. Правильно Мария сказала. Когда вы делаете это с удовольствием. Чего я хочу. Тогда это не называется вот прям впахивать, впахивать. Работа, работа. А я этим занимаюсь, потому что я этим горю. Да. Мы тоже. Деньги от удовольствия. Да. По 12 часов. Да. Еще кто-то скажет по одному слову. Прям буквально молодежь скажите вот что-то. Что вы несете с собой? Все. Все. По одному слову скажите какую полезную мысль. Запомнили. Что запомнили. Евгения. Может быть вы что-то запомнили. Елена Вадимовна, я говорю очень приятно вот такой оптимистический настрой. Потому что каждый раз нам пытается. Ой, где они будут, как они будут. Вы знаете, замечательно. Я даже написала вам, что мы на ближайшем занятии обязательно обсудим. Но обсудим так, чтобы было жалко тем, кто не пришел. Пусть поднимаются. Я весной буду еще и весной готова прийти уже, может быть, в сторителлинг дать для психологов. Просто вот как отдельно, потому что это очень большой блок. Это поговорим потом позже. Я согласен. Да, хорошо. Ну давайте поаплодируем. Спасибо вам за ваше время, что пришли и уделили мне целых три часа вашей жизни. Спасибо. 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 Спасибо.